К нам присоединяется Александр Чумак, член правления Общественного Союза Всеукраинской Аграрной Совет. Здравствуйте. Добрый день. И что касается, давайте начнем сначала, чтобы для понимания того, почему такие разные даты, сроки пролонгации соглашения зернового, почему у России вдруг опять возникают какие-то свои цифры, 60 дней, то бишь 2 месяца, а хотя изначально подписывалось соглашение о 4 месяцах, которые автоматически должны были пролонгироваться, почему России постоянно удается какие-то, ну вы уже подписали, уже стоят подписи конкретных людей в этом соглашении, почему вдруг обязательно возникают какие-то новые цифры у россиян? Ну, на самом-то деле не стоит искать логику в действиях России, потому что россияне показывали, что они очень стабильно за многие века, как говорят по-украински, опанувалы или довели до совершенства искусство абсурда. Слово «освободили» превращается в полное разрушение города, из-за шлунного кратера. Слово «мирные переговоры» приводится в выкручивание рук под угрозой расстрелов детей и так далее и тому подобное. Поэтому это очередной маневр. То есть да, действительно, они подписали определенное соглашение, которое технически можно либо продлить на 120 дней, либо не продлевать вообще. Учитывая, что вариант «не продлевать» для них является малореальным, потому что будет иначе без них эта ситуация происходить. Они продлевают, но создают себе возможность маневра, которая совпадает со сроками выборов президентов в Турции. То есть они фактически все пытаются таким образом создать какой-то элемент шантажа, рычаг в будущем, который можно будет использовать, чтобы попытаться что-то выторвать, не более. Но фактически то, что они говорят, это бред, потому что технически возможности продлить на 60 дней у них нет. Они могут продлить на 120, либо не продлевать вообще. Василий Небензя, постпред Российской Федерации в ООН, говорил о том, что не выполняет свою роль в принципе зерновой коридор. Экспорт зерна из Украины превратился из гуманитарной инициативы по оказанию помощи всему миру в коммерческую операцию, которая приносит пользу четырем ведущим западным корпорациям агробизнеса. Наряду с этим звучали массажи, в том числе от президента Российской Федерации Путина, о необходимости учитывать российские интересы в этой зерновой сделке. Говорил тогда Путин, напомню нашим зрителям, в том числе о необходимости поставок и российской продукции, которая, по словам президента государства-террориста, якобы была под замком со стороны крупных компаний и вообще ООН и Турции. По вашему мнению, нет ли в том числе в подписании нового соглашения, то ли на 60, то ли на 120 дней, определенных и российских условий, которые были учтены? Либо же учтение российских условий не входит вообще в планы ООН, ну, Украины, понятное дело, не говорим, и Турции? Смотрите, первое, она подписана на 120 дней, на 60 дней она не может быть переподписана, это все манипуляция. Что касательно каких-то подковерных доваренностей, ну, я не являюсь участником переговорной группы, не подписывал документы, поэтому я не могу знать там, что там происходит под ковром до того момента, пока это не опубликуют как свершившийся факт. Что касается вот этих всех их риторики, риторику России вообще не стоит воспринимать, поскольку это искажение. То есть я вообще не понимаю, почему Россия там в состоянии там что-то там рассказывать, что кто-то там на своей суверенной территории экспортирует зерно. Наше зерно выходит в мир и пополняет мировой баран зерна. Если наше зерно где-то пребывает, значит, создается возможность ликвидировать дефициты в других местах за счет чужого зерна, либо за нашего зерна. Поэтому это все риторика, а не манипуляции, то, к чему они очень привыкли, очень умеют делать, правда, уже это они на кого не действуют. Это единственный плюс в этой ситуации. Ну, как-то так. А давайте обратимся, как говорится, в корень проблемы. Почему вообще, в принципе, возникла эта ситуация с соглашениями. Какую роль здесь играет Россия? Она не импортирует этим коридором ничего, скажем так, из своей агропродукции. Корабли выходят с украинских вод, в нейтральные воды проходят и так далее. То есть каким образом сюда приключилась Россия? То бишь, она что, обещает, что не нападать, не будет нападать, не будут обстреливать? Какие она гарантии, в принципе, может давать этому зерновому коридору? Как вы это объясняете? Вы знаете, есть такая притча, когда там лев собирался зайца съесть, да, там и зайц говорит, ну в чем же моя проблема? Лев говорит, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. То есть так же самое с Россией. То есть они просто пытаются использовать право сильного, да, и там угрозы дают, что вот типа если мы не подпишем, то тогда мы будем бомбить ваши корабли международные, там порты. Но на самом-то деле эта угроза за последний год существенно уменьшилась, потому что их возможности сократились, их возможность присутствия в Черном море очень низкая. Количество ракет у них сократилось, их уже даже не хватает, чтобы отключать нас от света, как мы видим. Сейчас мы уже последний месяц практически стабилизировали эту ситуацию. То есть их возможности с каждым днем падают, наши возможности с каждым днем растут. Я уверен, что если бы они отказались от продления коридора, то ничего бы не поменялось, а скорее всего даже улучшилось. Потому что мы бы, коридор бы продолжал действовать, Турция взяла бы на себя эту инициативу обеспечения безопасности, наше ПВО взяла бы на себя эту инициативу нашей воздушной силы благодаря помощи союзников американских, европейских и других. А с точки зрения коридора ушли бы эти проверки российские, которые она искусственно затягивает. То есть он почему не работает нормально? Потому что Россия создает искусственные препятствия прохождения судов. Среднее время прохождения судна 2-3 недели. То есть никакие ворота не лезет, оно должно проходить за сутки. Поэтому вот такая ситуация у нас. Это манипуляция. Так а почему тогда с ней, скажем так, возятся и считаются, вынуждены считаться, поскольку можно же и устранить тоже и участие России в проверках, потому что да, мы знаем о том, что через Босфор, когда проходят суда, там тоже они затягивают и дни сокращают, у них-то мячаепития какие-то. Куча моментов, которые просто, как вы говорите, задерживают суда и подольше, и на 3 недели. И есть опасения, что как раз идея на 60 дней, это как раз-таки для того, чтобы задерживать суда и стало просто невыгодным далее заниматься этим соглашением, этим зерновым коридором и транспортировать агропродукцию. Так вот, зачем они считаются с Российской Федерацией, если она, как вы говорите, не удела, и вспомнить, когда она выходила на некоторое время из этого соглашения, ничего же не изменилось. Так же ходили суда, их фрахтовали, они выходили с Одессы. Так, собственно, зачем здесь Россия? Или это Турции выгодно? Ну, потому что да, есть соглашение отдельное, Россия, Турция, ООН. Какую роль здесь, возможно, политическую играет Россия? Это выгодно, на мой взгляд, в первую очередь Турции, потому что Турция использует, как мудрый правитель своей страны, действующий в интересах своей страны, Эрдоган, использует все возможные рычаги, чтобы от этой ситуации Турция становилась сильнее. Но при этом он действует максимально цивилизованно, то есть, скажем так, красивая восточная мудрость, при которой он со всех возможных источников усиляет положение Турции. Поэтому ему это однозначно выгодно. То есть, если он увидит, что ситуация вышла за границы цивилизованной, естественно, он будет выбирать сторону цивилизации, и, соответственно, нормального сообщества мирового, и будет обеспечивать этот коридор, потому что это ему выгоднее. Но пока Россия делает вид, что она в процессе цивилизованных переговоров, то есть ни Турция, ни ООН не будет их силовым методом отстранять от этого коридора. Потому что, ну, скажем так, они приличные люди, да, ведут себя согласно тем обычаям, которые приняты в приличном обществе. То есть для того, чтобы Россию отодвинуть, надо, чтобы они сдемонстрировали что-то, что явно вырывается за пределы этих переговоров. Например, выйти из соглашения. А бюрократия это такое. Бюрократия много где происходит. Задержки и все остальное. Это не является причиной для того, чтобы исключить их из коридора. Мне кажется, как раз таки наоборот, Турция была бы выгодна, особенно Эрдогану в преддверии выборов президентских в Турции, которые на 14 мая назначены. Как-то даже в ответ этой ситуации сказать, ну, тогда будем мы турецкий морской флот в сопровождении отдавать этим судам. Как вы видите, почему не идет на это Эрдоган? Кстати, один из сценариев таки рассматривали. В моменте дополнения Украиной эти товары продовольственные и еще другими товарами, например, металлургии и так далее. То есть, чтобы Турция была заинтересована выделить свой военно-морской флот. И тут, конечно же, Россия не осмелилась бы как-то перечить, или тем более, не дай бог, там случайно бы прилетела российская ракета куда-то. Почему не идет на это Эрдоган, как думаете? Я повторюсь, потому что Эрдоган, как мудрый правитель, использует эту ситуацию в свою пользу. То есть, те пользы, которые он сейчас получает от России, они превышают, скажем так, силовое исключение России из этой сделки. То есть, через Турцию это практически последний коридор, через который идет газ. Газ идет с наценкой турецкой, там, сумасшедшей. Через Турцию идут расчеты российские. Там комиссия 7% от оборота часто бывает. То есть, то, как турецкая экономика использует в свою пользу Россию, то есть, фактически наживается на России, если откровенно сказать. То есть, объем этих выгод не перекрыть никаким использованием турецкого флота. То есть, для того, чтобы Турция от этого отказалась, надо, чтобы Россия совершила что-то действительно. Как бы, это очень веская причина. То есть, отказаться от десятков миллиардов долларов, просто там, чтобы помочь Украине, я думаю, что Турция – это хорошая страна, но она, в первую очередь, думает о своих интересах. Тем более, у них там куча своих проблем сейчас, связанных с землетрясением. Да, тогда другая сторона вопроса украинского зерна не о Черноморской инициативе, а о действиях непосредственно российско-оккупационных войск на территории Украины. Вот наши коллеги показывали видео с сухогрузами российскими. Там было два сухогруза довольно известных. Михаил Ненашев и матрос Позиноч, по-моему. Есть еще один, матрос Кошка, который называется. Эти сухогрузы были замечены в вывезе украинского зерна с территории Украины. Вывозились они, напомню нашим зрителям, как с временно неподконтрольной автономной республики Крым, действиями, понятное дело, российских компаний, у которых одно из которых два офиса в Москве и в Крыму. И еще есть один город – это порт Бердянска. По крайней мере, об этом говорили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, что через порт этого временно неподконтрольного города Запорожской области Россия вывозит награбленное зерно из Украины. И мы тут, самый главный вопрос, который звучит уже почти больше года, на самом деле, в контексте украинского ворованного зерна, о необходимости прекращения такого вывоза, такого вообще процесса. Кем он может, по вашему мнению, быть обеспечен, подобный процесс? Турция или Организация Объединенных Наций? Ну, тут трудно сказать. В чем суть вопроса вашего? Я не могу понять. В том, почему Россия вывозит... Нет, почему Россия вывозит украинское зерно – это потому, что такая политика. Это, в принципе, понятно. Вопрос такой, почему, собственно, те организации, которые, в том числе, организация и страна, которые подписали с Украиной и с Российской Федерацией, в свою очередь, вот, Черноморскую инициативу, не могут, наверное, повлиять или не хотят повлиять на Российскую Федерацию в контексте вывоза украинского зерна. А скажите, а какие у них рычаги повлияния? Ну, так, если объективно, на ваш взгляд, да? Вопрос риторизации. Ну, Турцию... Вы предлагаете объявление войны на падение на российский военный флонд со стороны России или ООН, у которого нет военных сил? То есть, ну, как бы, какой смысл для них в этом? У них нет рычагов. Они неоднократные. Есть куча резолюций, обеспокоенностей. Мы же знаем вот это вот, там, 150-е обеспокоенность ООН по поводу ситуации в Крыму и в Украине, да? Там, там, 900-е китайское предупреждение, последнее. Да, то есть, ну, рычагов нет. Россия, по-моему, четко продемонстрировала, что она абсолютно индиферентно относится к любым вот таким вещам. Они понимают только язык силы, да? Там, если им прилетает в голову крепко, они это воспринимают как сигнал. Все остальные слова, то есть, это, ну, как бы, какой-то шум информационный, который она игнорирует, если это не совпадает с ее интересами. Все. То есть, нет рычагов влияния нереальных. Россия продолжит вывозить украинское зерно, как и вывозила раньше. Правильно я понял вашу мысль? Ну, она, если так быть откровенным, она же не вывозит украинское зерно. Она его сначала по всем документам... Ну, да, переоформляет. ...идет как официальное российское зерно с официальными источниками. И это вопрос бюрократии, да? То есть, пока суд не докажет, что это, на самом деле, было украинское зерно, но, ну, как бы, это сложно доказать. То есть, ну, классика искусства возможного, да? Политика, бюрократия, манипуляции. То есть, ничего нового, на самом деле. Хорошо. А что может тогда Украина предложить подписантам этих зерновых... Этого зернового соглашения? В том смысле, чтобы продолжить бессрочно, во-первых, эти соглашения, чтобы они действовали, и расширить, конечно, порты, чтобы не три порта, как сейчас задействовано было, а больше, тот же Николаевский, что может предложить Украина? Ну, я думаю, что у нас есть такие прекрасные государственные деятели, как Зеленский, Залужный, да, которые как раз над этим работают, да? Я так понимаю, что речь идет о том, чтобы отрезать Россию от Черного моря, как бы, и полностью блокировать, как минимум, Крым, там, при помощи тех военных возможностей, которые нам постепенно, мы наращиваем, нам предоставляет этот... Как только мы это сделаем, то, в принципе, предложение будет следующее. Мы вас там не видим в Черном море, в принципе. Там, вы либо не лезьте к нам, либо мы будем блокировать ваши порты. Вот я вижу, вот такое предложение должно быть. Да, там, мы блокируем их порты, они блокируют наши порты. Да, там, вот есть прекрасный порт Новороссийск, в который идет, там, 60-70% всего российского экспорта зерна, нефти и всего остального. Да, то есть, ну вот, если перекрыть этот путь, я думаю, что ситуация может быть чуть-чуть другая. Выяснится, что зерновой коридор нужен не нам, а им, например. То есть, поэтому я за торговую, свободную торговлю, я за использование своей суверененной территории согласно мировых стандартам. То есть, поэтому, если мы говорим про искусство шантажа, ну, шантаж движется пока против России. Да, то есть, мы работаем, мы готовимся, я думаю, что через 60 дней, может быть, вообще не актуально будет этот торговой. Может быть, мы там, дай бог, выйдем там к Мелитополю, сможем там перекрыть там. Ну, вариантов много. Может, нам дадут какое-то оружие, которое позволяет там за 500 километров любой самолет сбивать, да, допустим, и, соответственно, у них не будет возможности вообще в Черноморье ничего делать. То есть, ну, время идет. То есть, пока видно следующее. Последние шаги политические, там, например, ордер ГАГский, да, в отношении Путина, там, увеличение военной помощи, там, активные действия в отношении авиации. Ну, это военные об этом говорят, много я только могу слушать, либо как-то транслировать, да, для себя. Они говорят о том, что, ну, наверное, приняли решение о том, что эта ситуация должна решиться. То есть, мы должны двигаться в нужном нам направлении. То есть, освобождение своей территории военным путем и, ну, как бы, ставление России в ту ситуацию, при которой уже ей будет блокироваться какие-то их логистические возможности. Тогда они это поймут, и эта ситуация станет на округе Советов. Я тогда уточню просто обращение украинской стороны все-таки к Турции и ООН, да, к подписантам зернового соглашения, надавить, так сказать, на Российскую Федерацию. И поэтому такое впечатление, будто бы там рассматривают, или сомневаются, или как-то в чем-то не согласны, и хотят, может быть, какие-то интересы тоже у них есть, и поэтому какие-то договоренности происходят. И поэтому я спрашиваю, а вы, ну, видеть это, я так понимаю, в плоскости только безопасности. Правильно я понимаю? Я говорю не об этом. Я говорю о том, чем это в итоге закончится. А то, что происходит сейчас, это стандартный политический процесс, результате которого, если ты хочешь получить, например, военную помощь, да, ты должен показать, что ты предпринял все доступные и возможные инструменты, мирные, дипломатические, правовые, для того, чтобы та сторона, как бы, ну, как бы действовала, соответственно, с представлениями о правильном поведении на мировом сообществе, да, законном, да. То есть мы, соответственно, это делаем, там, обращаемся с петициями, с просьбами, там, по дипломатическим каналам, юридически, там, через, там, какие-то точки авторитета и демонстрируем максимально, что для России это не является аргументом, она игнорирует, условно говоря, на это абсолютно, да. А, соответственно, единственный выход дальнейший это, как бы, усиление военной помощи, усиление силовых методов, усиление санкций, для того, чтобы принудить их к, как они любят говорить, принудить к миру. Вот именно этим сейчас, я думаю, и будут заниматься. А то, что вы говорите, это, ну, инструменты для того, чтобы достичь усиления. Оказалось, что все-таки есть какие-то предложения для Турции, чтобы ей было выгодно надавить на Россию. Я уже так, давайте, прямо объясню, что я имела в виду. Вот, потому что вы говорите, что Турция только интересы какие-то там экономические, политические, видеть в этом торговом соглашении в контексте российских отношений. Поэтому я и спрашивала, что может предложить Украина, чтобы заинтересовать Турцию, чтобы та надавила на Россию. Где-то вот так. Спасибо вам большое, Александр Чумак. На мой взгляд, если я закончу, на мой взгляд, у Украины конкретных прямых возможностей надавить на Турцию или предложить им что-то очень серьезное, чтобы они меняли, нету. Да, есть у мирового сообщества, например, санкции, например, сильное экономическое давление, что является аргументом. Ну, сейчас Турция себя ведет, на мой взгляд, очень, ну, как бы, в наших интересах тоже. Поэтому там перегибать бы я не стал. Хорошо, спасибо вам большое, Александр Чумак, член правления общественного союза Всеукраинский аграрный совет был с нами на связи, обсуждали зерновые коридоры и его будущее.